здравствуйте дорогие друзья в эфире снова программа по левому краю снова разбираем наиболее заметные на мой взгляд новости поступившие к этому моменту когда мы вот снимаем нашу передачу и сразу же пробегусь по тем новостям которые отложил для вас и которые сегодня и будем разбирать ну во первых значит братья журналисты откопали любопытную вещь о том что президент втихую расширил с законом специальным федеральным законом свои полномочия в питере опять появилась инициативная группа и подала заявку на проведение референдума значит в совете федерации представили доклад о вмешательстве выборы президента российской федерации вот такие новости сегодня разберем но для начала наверное отвечу на пару вопросов которые поступили к прошлому выпуску а именно когда я объяснял что внутри кпсс существовали как не коммунистическая часть так и коммунистическое меньшинство мне резонно задали вопрос а собственно говоря куда же подевались и те и другие части если про большинство не коммунистическая схематично обозначил что она грамотно разделилась на неравные части разойдясь по партии власти и по приставочки к партии власти то есть на единую россию и партию жюганова то коммунистическое меньшинство которое как я отмечал на двадцать восьмом съезде было представлено движение коммунистической инициативы и марксистской платформой эти движения легли в основу других партий которые были зарегистрированы практически сразу после запрета кпсс в конце девяносто первого года а именно рпк и рк рп собственно говоря эти две партии длительное время существовали параллельно потом объединились создав единую структуру и на сегодняшний день рк рп собственно говоря так и существует в составе бывшей союзной структуры в составе кпсс рк рп собственно говоря есть та наследница тех движений которые представляли коммунистическое меньшинство внутри кпсс это вот что касалось прошлой передачи прошлой тематики теперь вернемся к тому что я озвучил значит первая новость оказывается да вот на этот счет не очень трубили средства массовой информации в госдуме прошли уже не первое чтение по законопроекту который расширяет полномочия президента а именно как отмечают братья журналисты глава государства сможет отменять гражданский кодекс частично и прописывать особые правила для отдельных компаний корпораций если того требуют особые условия как написано в законе что такое особые условия никто не оговаривает соответственно это будет сугубо на усмотрение президента при этом как справедливо отмечают коллеги вроде бы вопросы экономики в стране отнесены к полномочиям правительства российской федерации но тем не менее президент себе оставляет определенную такую вот ну лазейку скажем в исключительных случаях не советуясь правительством вносить какие-то свои коллективы своими указами вообще указами которые соответственно не проходят ничего утверждения а вступают силу с момента подписания либо с момента опубликования это уж как там будет изложено и вот на этот счет у меня лично несколько вопросов во первых собственно говоря зачем это понадобилось если в принципе до сих пор президент все свои законопроекты через федеральное собрание проводил без сучка и задоринки и в том числе по контр санкциям и по противодействию санкциям и по поддержке пострадавших от санкций бизнесменов все это проходит в общем то как бы но тем не менее потребовался вот механизм для того чтобы президент подправил эту ситуацию своими указами и во вторых если значит президент хочет вмешиваться в экономические вопросы я делаю вывод что он не очень доверяет собственному правительству который только что назначил вот собственно говоря на это и хотел обратить ваше внимание собственно говоря больше останавливаться не будем перейдем к следующей новости а именно в гор избирком питерский подана очередная заявка на проведение референдума в данном случае инициативная группа хочет провести референдум по защите от застройки парка интернационалистов тут надо сделать пояснение что собственно говоря ситуация это развивается уже длительное время это не первая заявка если ничего не путают 3 от этой инициативной группы первые две были забракованы избирательной комиссии куда собственно говоря подаются эти заявки и вот просто хотел обратить ваше внимание референдум высшая форма изъявления воли народа который как известно по конституции российской федерации является прямым собственно говоря при прямым властителем назовем это так в нашей российской федерации но тем не менее забраковать вот это вот стремление граждан непосредственно напрямую собственно говоря осуществить свои конституционные права забраковать может 8 человек из избирательной комиссии причем сделать это тайным голосованием как это было сделано уже при предыдущих попытках теперь значит вопрос заново внесен и посмотрим собственно говоря что из этого получится сильно подозреваю что скорее всего опять будет забракована эта идея то есть несколько человек в пределах десятка которых назначили депутаты законодательного собрания а это 50 человек решают собственно говоря за весь город надо им выносить этот вопрос на референдум или не надо ну с референдумом вообще ситуация довольно забавная несмотря на то что это прописано и в конституции в законах региональных и федеральным тем не менее по моему ни одного референдума собственно говоря не было с тех самых замечательных времен когда в девяносто третьем году борис ельцин обращался попу во время противостояния с верховным советом и кстати все равно все эти результаты похоронил также успешно как в девяносто первом похоронили по поводу сохранения советского союза ну еще одна новость которую обратить хочу внимание ваше опять же совет федерации представит доклад о вмешательстве выборы президента глава временной комиссии совет федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела россии это вот недавно созданная структура представит специальный доклад ну на момент выхода нашей передачи уже представит то есть здесь это анонсом идет посвященный попыткам иностранных государств повлиять на ход результаты прошедших в марте выборов президента российской федерации все бы хорошо но я бы честно говоря посоветовал гражданам сенатором нашим заседа заседающим федеральным собранием в том числе и депутатам госдумы тоже будет полезно наверное размотать клубочек чуть подальше давайте вернемся к выборам аж девяносто шестого года и пусть наши сенаторы рассмотрят о вмешательстве иностранных государств те выборы когда борис николаевич ельцин на старте девяносто шестого года имевший рейтинг всего восемь процентов тем не менее был назначен победителем в выборах президента девяносто шестого года мы помним да там во втором туре все эти компании коробки из-под ксерокса с долларами команда американских специалистов поселившиеся в правительстве и там длительное время руководившие всеми действиями исполнительной власти вроде бы в суверенной российской федерации о чем даже сами американцы уже не просто признались на официальном уровне сняли замечательный фильм по поищите в интернете операция ельцин по он как то так она как то так он называется замечательный фильм любопытно глазами американских специалистов и кино мотографистов до глазами голливуда посмотреть на все это как они видят из-за океана всю ситуацию не просто смешательством выборы президента российской федерации в девяносто шестом году с практически ручным руководством таким администрированием целой суверенной державы руками там опять же нескольких там полтора по моему десятка специалистов и в этом вопросе тут вытекает целый ряд добавленных таких тем из-за которых скорее всего девяносто шестой год ни один сенатор никакой совет федерации никакие депутаты госдумы даже не проигравший на этих выборах вроде пострадавшая сторона геннадий андреевич зюганов никто не будет педалировать этот вопрос потому что на самом деле если признать что выборы девяносто шестого года состоялись не суверенно не независимо а при прямом вмешательстве финансовом административном информационном да каком угодно со стороны наших зарубежных партнеров как любит говорить владимир владимирович то наверное можно было бы но это вот загадка для юристов предлагаю им потренироваться на этой гипотетической загадки наверное можно было бы поставить под сомнение легитимность выборов девяносто шестого года а если поставить под сомнение вот начинаю дальше развивать эту грандиозную мысль если поставить под сомнение легитимность выборов то наверное можно поставить под сомнение все указы бориса николаевича ельцина начиная с девяносто шестого года и вплоть до завершения его полномочий а именно перед когда там 31 декабря девяносто девятого года накануне нового тысячелетия я устал я ухожу и оставляет вместо себя преемника исполняющего обязанности владимир владимировича путина можно ли из этой ситуации поставить под сомнение следующие выборы президента и легитимность избрания владимир владимировича не знаю загадка для юристов опять же пусть покумекают по дискутируют соберут большой круглый стол может быть в госдуме не знаю но я уже сказал это конечно вопросы все риторические скорее всего никто на них внимание даже постарается не обращать как не обращать внимание на те новости которые я вам зачитал они все происходят сегодня они все происходят практически у нас на глазах но если вы постараетесь отследить их в информационном поле то представлены они очень куц и буквально одна-две публикации которые можно найти а так собственно говоря стараются об этом не рассказывать на этом пожалуй сегодня закончим предлагайте новые темы я естественно буду и сам искать задавайте ваши вопросы до встречи на ленинградском интернет-телевидении красное тв всего доброго